Это идёт с подъездов, всё. Это подъездная стена. Это всё идёт с подъездов. Вот сейчас я лично при вас убрала обои. Я вот тут вот их не трогаю, как бы. Я из-за этого, как бы, всё закрыла, и всё. Ну, видите, всё. Плесень, едкий запах, мошкара и другие кровососы. Эти раздражители доставляют большую опасность для человеческого организма. А теперь задумайтесь, каково жить в таких условиях целых два месяца. Об этом не понаслышке знают жильцы 45-го дома на улице Юбилейная. Ровно неделю назад мы показывали вам весь ужас, с которым приходилось мириться Олесе Лавреновой и её соседям по несчастью. Управляющая компания «Жил-1» не торопится решить проблемы с неудобным домом. Нам они тоже ответили не сразу. Причина порывов в неправильном использовании коммуникаций. К сожалению, жители в канализацию смывают бытовые принадлежности. Всё это препятствует работе канализационных стоков не только внутри МКД, а также идёт засор колодцев, поэтому всё возвращается в подвал. При каждом обращении граждан проводится проверка. И если все мероприятия, проведённые УК, не дают результат, мы обращаемся с заявкой в БВК. На сегодняшний день всё осталось по-прежнему. Подвал топит канализационными стоками. Коммунальщики ждут работы от Березняковской водоснабжающей компании. А жильцы своими силами сушат подвал и на свои деньги закупают дезинфицирующие порошки. То есть делают всё, что входит в обязанности управляющей компании. Наши сюжеты привлекли внимание администрации города. Функция контроля за деятельностью управляющих компаний возложена на государственную жилищную инспекцию. Чтобы госжилинспекция могла провести официальную проверку вашей управляющей компании, необходимо, чтобы жители написали соответствующее обращение через систему ГИС ЖКХ или обратившись в ИГЖН через интернет. Ссылки на официальные сайты для оформления обращений указаны на экране. Ну а также местные власти пояснили, БВК неоднократно прочищали колодцы, но они вновь засыряются. Канализация встаёт и через открытые трубы выливается в подвал. Так будет продолжаться до тех пор, пока жители не прекратят бросать бытовые отходы в унитаз. А управляющая компания не выполнит работы по герметизации трубы канализации. Поскольку коммунальщики не выполняют свои обязанности по договору, то жители могут сменить управляющую компанию или способ управления. Вопрос должен приниматься на собрании собственников. Алина Дудина, Наши Новости.